Даже не верится. С этими словами директор комплексного центра Лариса Подольская заходит в здание. Конечно, работы для подрядчиков здесь хватит. Но главное, что старт проекту уже дан, а значит, осталось лишь набраться терпения. Здесь по плану будет располагаться отделение реабилитации на 26 койкомест и все процедурные кабинеты – от физиотерапии до комнаты психологической разгрузки. Бажова 9 не закрывается. Там остается администрация, там остается отделение дневного пребывания, срочники. То есть остается все, кроме отделения социальной реабилитации. Первым делом комиссия заглянула на пищеблок. Несмотря на хорошее состояние стен, здесь полностью будет заменена плитка, установлены новая сантехника и вентиляция. В медпункте тоже есть над чем поработать. Стеновое покрытие практически разрушилось. Кабинет требует ремонта, согласно СанПинов. Помещение, где расположен бассейн, тоже будет полностью переоборудовано. Здесь будет зал адаптивной и лечебной физкультуры. Все демонтируется, один общий пол сделается. Один общий пол, тренажеры. В пилоте мы когда принимали участие, в пилоте по реабилитации и абилитации инвалидов, у нас закуплено оборудование новое. И то есть мы уже здесь все установим. Небольшой коридор, соединяющий бассейн и основное здание пока пустует. Но в мечтах Ларисы Подульской сделать здесь настоящий райский уголок. Здесь будет зимний сад. Большие такие пальмы, может быть орхидеи, может быть еще что-то. Поставим здесь достаточно, ну, согрешение пожарников. Поставим здесь кресли, к соку студии ходят здесь и отдыхают. Идут, допустим, они с нашего тренажерного зала. Здесь отдохнули. Такая музыка, птички поют. Ну, такая своеобразная зона релаксации. Да, зона релаксации. Масштаб будущего отделения реабилитации позволяет здесь оборудовать актовый зал, где будут располагаться музыкальные инструменты. Вот эта пианино, например, переехала сюда совсем недавно из квартиры щедрой жительницы нашего города, которая отдала его безвозмездно. Новый инструмент. Мы его забрали и сказали спасибо. И ей хорошо, и нам хорошо. Площадь здания составляет 1313 квадратных метров. Чтобы привести его в порядок, Министерство социальной политики Свердловской области выделило 4 млн 985 тысяч рублей. Тендер выиграла подрядная организация «Стимс». И теперь она будет заниматься ремонтными работами. Представители уже не раз выезжали на объект, чтобы досконально изучить его особенности. Масштаб работ очень большой. Предстоит переоборудование помещений здания, демонтаж перегородок, устройство новых перегородок, замена полов, замена окон, замена дверей. Здесь в дополнение к просторному зданию есть еще прилегающая территория в полгектара. Руководство комплексного центра уже строит планы, как рационально ее использовать. Но это уже будут проекты 2020 года. Этому зданию 33 года. Таких кардинальных перемен за свою историю существования оно не наблюдало. Здесь все уже готово к ремонту. Подрядчики обещают, что закончат работы до конца ноября. И если не случится форс-мажорных обстоятельств, то сотрудники и клиенты комплексного центра социального обслуживания населения встретят Новый год уже в новом помещении. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости 11 канала.